Отправляемся на Виллу-Десты. Вот она перед нами. Город Тиволи. Два слова сначала о самом Тиволи, прежде чем мы погрузимся в Виллу-Десты. Город Тиволи – это городок, например, на расстоянии 20 километров от Рима, на северо-восток. Он был основан в XIII веке на нашей эре, то есть он старше Рима. Считается, что дата его основания – это 1215 год до нашей эры. И основали его Сикулы. Сикулы, то есть жители Сицилии. Потом они мигрировали на Сицилию, а так они, видимо, в те времена жили в Лации. И сам город назывался Сикулетом по названию народности, который там жил. А потом, по преданию, грек по имени Тибур с братьями Сикулы прогнали, город переименовали, назвали его Тибуром по имени брата и укрепили его. И он так и назывался Тибуром. И постепенно из Тибур он превратился в Тиволи. Примерно так это произошло. Тибур, Тибури, Тиболи и Тиволи. А жители города Тиболи до сих пор называются Тибуртинцами, Тибуртини. То есть в названии самих жителей, а также в названии дороги, которая соединяет Рим с этим городом, прослеживается его древнее название. Тибуртина, так это называется. Поскольку это был город, которым на протяжении столетий, до того, как Рим его под себя подмял, развивалась культура греческая. Там очень сильно был культ Геракла. Там находилось огромное святилище Геракла, Геракла-победителя. И это было такое место, которое на рубеже тысячелетий, в конце первого века, до нашей эры, в первом веке, до нашей эры, казалось очень привлекательным. Как и нам надо сказать сегодня, оно кажется. Соответственно, со своими климатическими условиями. Этот городок находится в горах, ну в таких холмах Тибуртинских горах. И там довольно прохладно. Чуть-чуть прохладнее, вот говоря о температуре, о жаре там чуть-чуть прохладнее, чем в Риме. И горы, зелень, близость трех рек, прямо через Тибуле текут три реки. Все это делало его невероятно привлекательным для жителей Рима, в первую очередь для состоятельных, для аристократов, для сенаторов, для императоров и так далее. И вот там находится знаменитая вилла Адриана, вилла, построенная императором Адрианом в начале II века нашей эры. Сейчас там находятся три виллы, как вот в анонсе экскурсии я сказала, находятся три памятника, которые входят во всемирное наследие ЮНЕСКО. Это вилла императора Адриана, вилла Десты, которую мы с вами посетим, и вилла Григориана. Вилла Григориана – это такой романтический сад с водопадами, гротами, обрывами, созданный искусственно. Все, включая водопады и обрывы. Ну, он выглядит как такой вот абсолютно естественный сад. И он был, он самый последний, самый поздний, в XIX веке, в 1835 году. Папа Григорий XVI его, по приказу папы, его спроектировали. Ну вот, вилла же Десты, в которую мы с вами сейчас погрузимся, это дворец, загородный дворец кардинала Ипполита Десты. Этот кардинал, вот так выглядит городок, пока мы смотрим на него. Городок самый небольшой, маленький, и эта вилла занимает значительную часть его, вилла Десты. Вилла Григориана находится немножко сбоку. Вот так он выглядит сверху. Рядом находится церковь, это дворик, и вокруг него расположены дворец. Сам дворец маленький, небольшой по сравнению с другими. И, конечно же, главной достопримечательностью этого виллы Десты самой является не столько дворец, сколько фонтаны, сколько парк, который с ним соединен. И сегодня вход на виллу Десты, главный вход, основной вход, который был создан во времена Ипполита, закрыт. И к нему даже нельзя подойти. То есть он таким образом сейчас расположен, столько всего было построено вокруг, что этот вход сейчас как бы он упирается в стену. А мы входим с другой стороны, мы входим со стороны самого здания, потому что раньше предшествовал зданию, предшествовал вот этот вот роскошный парк. И вот эта стена, которую мы видим перед собой, с надписью виллы Десты, это и есть вход на виллу Десты. Рядом находится церковь, фактически она приклеена к самому зданию. И два слова на ней просто потому, что потом она как бы нам пригодится, ну и не говоря уже о том, что вот она перед нами. Это церковь, посвященная Богородице, Санта-Мария-Маджоре, одна из нескольких церквей Тиблис и замечательной средневековой церкви. Эта церковь даже раннехристианская, она была построена, то есть заложена, и здесь была церковь уже в V веке, в 470 году, папа Симплицией. И он построил ее, в свою очередь, не на пустом месте, а на месте резиденции историка Гайя Солюстия Криспа, I века до н.э. То есть она была построена на том месте, где уже кто-то, уже что-то было построено. Время это встречается сплошь и рядом. Если копать, то мы будем находить все более и более глубокие и ранние слои, следы присутствия человека. Так что вот эту виллу Гайя Солюстия Криспа мы еще тоже вспомним, еще ее какие-то развалины увидел. В 9 веке церковь перестроили, и она буквально 2 секунды, чтобы зайти на нее посмотреть. Так, одну секунду, извините, пожалуйста, сейчас я продолжу. Небольшая техническая палатка. Так, извините, одну секунду, потому что, к сожалению, да, проблемы небольшие есть с интернетом. Но сейчас мы все установим. Так. вопрос это птички листучок на улице это птички очень неодушевелись могу закрытие а я надеюсь они вам не очень мешают так вот теперь видно итак вот эта церковь она перед нами у нее готический портал и в общем-то такой вполне средневековый 9 веке перестроили там замечательная фреска божьей матери и пол космотески кусочков мрамора такой штучная мозаика инкрустации икона лаутаря кстати икона просто для тех из вас тоже со мной не не первый раз гуляет это довольно редкий случай это икона доска работы якобы турить и того художника сделал мозаики санта-мария-маджори но вернемся к нашей виллы дэсты вот она перед нами вход в нее и мы с вами направляемся вилла дэсты кто были такие дэсты дэсты это одна из древнейших одна из старейших семей одной из старейших правящих семей Италии с 10 века они упоминают 10 веке они уже упоминаются как правитель разных самых регионов в основном на севере но вот данном случае вилла дэсты в данном случае дэсты это были герцоги пиражские и человек который ставит это семейство построившие был кардинал по имени ипполит дэсты он был четвертым из рожденных детей герцога альфонсо бесты на самом деле второй потому что двое дети умерли вот он поскольку он был старший ребенок был такой секулярный ряд семьи то есть ему разрешено было впоследствии же ему разрешено взять свою собственную семью а нашему ипполиту нет его отдали что называется церковную науку он стал ему с рождения было уже предопределено что он будет священнослужителем то есть у него был один только перед ним возможный путь он должен был стать римским папой что от него ожидалось не случайно потому же кроме того что он был сыном герцога пиражского он был другой стороны сын лукреции борджа знаменитой девушки и женщины дочери папы александр шестого борджа внебрачной дочери существует несколько портретов лукреции она на один из них ни на одном из них она не похожа ни один из этих двух портретов трех-четырех между собой не похож непонятно почему это про нее ходили самые разные истории легенды и слухи существовало скажем так две версии ее жизни ужасно страшно черная легенда которая описывалась как развратная бездушная такая абсолютно дочь своего отца который в общем-то тоже был тем же самым и прославился достойная дочь своего отца и сестра своего брата цезаря борджа с другой стороны другая другой вариант ее жизни что она была невинной страдалицей несчастной в этой семье но вот два слова не поскольку это немножко описывает как бы самого персонажа ее сына ипполита это вот стать его портреты и работы художника бартоломео венит примерно того и того же времени 1510 год лукреции на тот момент чуть больше 20 лет и на самом деле и она вот так вот по-разному изображается скорее всего не исключено что больше она была похожа на свое следующее изображение вот так вот перед для при рафаэлита вы для них вот для выглядела вся семья борджа лукреция сидящая посередине рядом к ней достаточно сладострастно прижимающийся с правой стороны ее собственный отец с левой стороны собственный брат ее обвиняли в инцесте с тем и с другим и перед ними пляшущие какие-то внебрачные дети непонятно кого и кем рожден мать этого семейства любовница многолетняя сожительница папы александр шестого в аноцах вот она и находится с левой стороны но это конечно очень сильно утрированная утрированный вариант легенды но вот так вот они себе представляли пентурики изображает ее в грецию еще до того как она покинула отеческий дом в апартаментах папы александр шестого борджа вот так вот она изображается в виде святой екатерины и мне почему-то хотелось бы верить что она была такой вот так вот она не только выглядела но такой у нее скажем был такой достаточно в общем невинный вид скажем так она родилась в 1480 году и в 1493 году когда я была 13 лет ее выдали замуж за джованни спорца это была попытка папы естественно использовать ее как пешку такую размер монету как карту в политической игре брак со спорцем должен был гарантировать ему определенные всякие политические союзы и альянса чего не произошло спорцем был довольно стративом и через четыре года брак был аннулирован папой на том основании что он никогда на самом деле не состоялся что лукреция что джованни спорца никогда не не сделала свою полноценную потому что он импотент вот так вот папа сразу в этот вопрос решил просто джованни очень возмущался естественно такого клейма он на себе не хотел и носить и он наоборот объявил обвинил свою очередь семейство борджа в инцесте в общем он конечно же проиграл в этой битве неравно ему было предложено в качестве оправдания совершить сексуальный акт при свидетелях он отказался и брак был расторгнут и он как импотент удалился я беру какие-то вопросы чья картина про какую картину пентурики там где она изображена в виде святой екатерины при рефериде фроссетти говорили россетти и значит бедная лукреция ей все еще 16 лет она возвращается в отеческий дом через год она выходит замуж опять за альфонсо дорогона неаполитанского или может которого которого она нежно объявляется у них рождается сын ему тоже на тот момент 17 лет то есть казалось бы счастье было так возможно но он стал поперек горла ее брату цезарю борджи который его убивает там такая была драматическая абсолютно драматичная история как она его пыталась защитить все это происходит в ватиканских дворцах вот услышав все это гуляя по ватикану каждый раз потом как-то понимая что все это происходило здесь она его защищала она пыталась его спасти но не помогло ничего потому что наняты цезарем убийцы на него напали и они ура они ли после этого она его четвергом выхаживала поставила рядом с его комнатой охрану но как-то раз придя навестить мужа она увидела что охрана была снята и оказалось что цезарь обманул всех и убил конечно же зарезал своего незадачливого шурина или девеля и вот она опять оказывается дома у отца опять ей все еще все еще два буквально только 20 лет исполняется 150 втором году делается очередная попытка выдать ее замуж на этот раз за альфонсо дэсте в украинце 22 года к тому времени она уже успела дважды побывать замужем родить одного ребенка она рожает ребенка от альфонсо драгона видимо еще одного родителя какого-то пажа но это непонятно тоже темная история его записали на ее мать и вот она выходит замуж за альфонсо дэсте дэсте довольно долго сомневаются имеет ли смысл имеет ли им какой ли вы для них какая-либо выгода в этом браке во-первых судьба при своих предшественников своих собственных их немножко пугает альфонсо одного убили другого ослабили и к тому же если какие-то старейшие правящие семья борджи будут хотя и аристократы но они испанцы в общем как-то потом воноццо катане и мать она вообще просто людинка то есть в общем какая-то такая ситуация для альфонсо не очень казалось бы заманчивая но он решается берет ее в жены и с этого момента и это был совершенно верный выбор потому что после этого лукреция превращается в нежную верную жену вот это последнее надо сказать ее ее последний портрет написанный придворным художником до судости который жил как раз в феррарском дворе при феррарском дворе вот она совсем другой человек она уже в закрытом платье в черном хотя она не вдова но при этом она последние годы своей жизни даже приняла монашеские монашеский обед на себя взяла носила под одеждой в лосиницу то есть она всю свою жизнь уже ведет абсолютно правильно как только удается ей вырваться из этих объятий цепких своих страшных мужчин своей семьи и она оказывается вполне такой добродетельной женщиной она рожает какое-то невероятное число детей кто-то у него умирает кого-то не вынашивает но она вот эти вот годы жизни в браке с 1502 года по год ее смерти по 1519 и она вот в общем-то рожает детей рожает детей и проводит свою свою жизнь в объединении и молитвах и вот наша политеста который ее как раз второй из живых детей он становится практически с детства уже отдан в церковь он становится на река его нарекают архиепископом миланским в 1519 году ему только 10 лет на тот момент ясно конечно что он не архиепископ никакой и даже его никакого сана на нем нет но это значит что кафедра его ждет это значит что это будет его удел с которым он будет получать дань и так далее это его обязанность и когда он становится уже взрослым и соответственно уже поднимает все саны и постриги он в 1550 году принимать участие в конклаве первый раз умирает папа павел третий и он принимает участие в конклаве и все казалось бы вело к тому что ему стать чтобы мы стать папой он был 41 год на тот момент у него в его распоряжении две трети сторонников кардиналов которые готовы за него проголосовать но в последнюю минуту приходит какая-то депеша из парижа из франции и накладывает свет он его кандидатуру он проигрывает тогда он и всех свои голоса отдает к папе юлию третьему папа юли третий за это ему будет пожизненно благодарен и назначает его кардиналом не только кардиналом но и губернатором города тиболи и ипполит приезжает в тиболи в 1550 году видимо разочарованы но все-таки полон надежд что во первых еще следующий конклавы впереди он еще довольно молод а главное тем временем он решает себе построить дворец в городе тиболи он вселяется в монастырь который находился как раз при вот этой церкви санта мария мажора монахов выселяет выгонять и начинает перестраивать церковь в монастырь вот в этот вот дворец перед нами гравюра изображающий изначальный проект того как должен был выглядеть во дворец и вот в то время как мы с вами вошли сверху мы войдем с вами сверху где мы видим здание небольшое достаточно скромное главный вход был наоборот на противоположные стороны внизу там где начинается сад это был проект архитектора пиро легори у неаполитанца который в тот момент как раз занимается раскопками виллы находящийся по соседству виллы адриана он руководит раскопками и изучает морфологию географии территории он готов у него уже есть готовый проект строительство дворца в стиле в духе с использованием не только материалов что логично но и некоторых знаний виллы императора адриана и ипполит дэстэ его нанимает вот так выглядит вилла адриана просто чтобы представить себе что это такое с чем имела дело и пиро легори это макет конечно же в распоряжении не было этого макета но можно сказать что то что он увидел то что он ему удалось раскопать это был загородный дворец занимавший один квадратный километр площадь на 1 квадратный километр вот это вот сегодня так мы видим виллу для ну и так конечно это уже тоже не было распоряжений там около 30 зданий находится и мы видим разнообразные самые здания это были термы большие малые термы бассейны и искусственные озера и портик вот как раз перед нами так называемый по и келе или печили как его называли на латыни площадь с искусственным озером окруженная список жены распространим портиком канала по то есть бассейн длинный бассейн перед нами золотая площадь морской театр с эрмитажем и так далее так далее вот не могла не быстро не выложить эту фотографию тубродский который стоит около того самого канала и рули горю предлагает и поле туда стим готовый проект но так получается что кардинал и полиции не сразу начинает трое исполнение свой замысел фактически с 1550 года с момента что он стал губернатором города тиволи до года его смерти до 1572 вилла строится 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 и как раз торжественное открытие происходит 1572 году когда все заканчивается за незадолго до смерти кардинала оказавшись внутри мы с вами попадаем во дворик этот дворик казалось бы совершенный по форме прямого квадратный с арками и с колоннами на самом деле немножко кривовато он скрадывает искусно несовершенство и пропорционально стен но это нам незаметно поскольку он так красиво очень много из того что мы видим внутри виллы дэстэ не только по стилю и по духу но некоторые артефакты в том числе например это изображение морского божества попала сюда с виллы дэстэ с виллы адриана простите с античной виллы адриана и камень и мрамор и колонны все это было использовано здесь надо сказать не только вилла адриана стала частью виллы дэстэ но и такие здания например как мавзолей социлии метелла вся мраморная облицовка по разрешению римского сената была в распоряжении ипполита для строительства виллы здесь перед нами геральдические символы семейства дэстэ белый орел и желтая или золотая лилия и то и другое это такие символы империи королевской короны французская королевская корона это лилия габсбурги династия габсбург это орел и то и другое было подарено как такое помилово как бы дано семейству дэстэ в 15 веке правителями габсбургами и французским королем карман седьмым они все время будут нам встречаться попадаться на глаза вот эти два символа лилия и орел и и уже в этом дворике который мы сейчас с вами окажемся уже самого начала присутствует некоторая можно сказать пожаловано вот слова точно да улечка спасибо пожаловано было королями вот этих вот два атрибута царской власти уже в этом дворике находится 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 уже один фонтан здесь кстати видно неровно стены видите что стена не совсем симметрична не совсем параллельно стены дворик вот этот фонтан перед нами фонтан спящей венеры он же в каком-то смысле задает нам можно сказать тему задает нам тему этого дворца технологическую чем перед нами спящая венера она здесь не в качестве богини красоты не в качестве покровительницы римлян она здесь ей не место это место это город это вилла связаны с ней и она будет все время появляться то там то здесь мы о ней будем вспоминать вода из фонтана льется тоненькой струйкой увидите венеры 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 под левым локтем который разбит был сосуд вазы и вода из него теклась текла прямо вот в эту ванну это один из немногих фонтанов с питьевой водой большинство фонтанов тиволи большой фонтанов с водой не питьевой с речной водой я потом поподробнее расскажу каким образом речная вода попадает на виллу но вот здесь вода это вода которая находится в подземном резервуаре и это чистая питьевая вода вот она спящая венера как они сказал поэт поджурчащий под звук журчащий воды она спит не открывая глаз она дней находится белый орел тот же самый символ бесты и ветки с яблоками эти ветки с яблоками вводят нам еще одну еще один сюжет еще одну тему украшений и всех этих декоратов декорации этой виллы считалось что покровителями дэсты не только города тиволи как я уже сказала но и семейство дэсты покровителем родоначальников этой семьи был сам геракл ну вот как-то так их не смущалось что они католический кардинал 16 века считаются родоначальником геракла и поэтому геракл со своими подвигами особенно с одним из них постоянно будет тоже возвращаться и возникать на вилле дэсты речь идет о двенадцатом подвиге геракла когда ему нужно было добыть на службе у эврисфея добыть золотые яблоки гесперид геспериды дочери титана атласа который держал на своих плечах небесный свод яблоки эти находились в саду который охранял недремущий дракон и где самое важное было найти этот сад расположение сада было как-то таинственным образом скрыто и геракл не мог никому не было открыто где-то сад находится поэтому геракл подразил основная часть подвига это было найти сад и вот он пройдя весь земной шар со всех сторон пройдя всю землю он сад нашел увидел там недремлющего дракона и хотя и мог победить его решил все-таки поступать честно и прямо он обратился к титану с просьбой дать ему яблоки и титан согласился попросил геракла постоять подежурить вместо него подержать на плечах небесный свод что геракл и сделал он свалил на себя небо у него как сказано рассказывается в мифах у него мышцы напряглись стали как горы у него запульсировала кровь как бурные реки а атлас пошел за яблоками вернулся и дал ему эти три яблока гесперид но тут атлас понял что наконец-то один тот кто может его заменить и он предложил гераклу что он сам отнесет их еврисфею микены геракл конечно же догадался что что там пытается его обмануть и сказал что конечно естественно я тебе вы будете так поблагодарен но позволь мне сначала сделать себе подушку потому что мне давит небо на плечи как только подержи не подержи не какое-то время я сделаю подушку и вернусь и конечно же не вернулся ушел с яблоками вот эти золотые яблоки яблоки гесперид они вот видите здесь на эти на бьющимся таком плетущимся дереве довольно странно потом мы поймем почему у него такие странные ветки эти золотые яблоки даже кое-где сохранилась позолота посмотрите вот на этом яблоки более того вот здесь на этом барельефе изображающим город тиболь это течение реки они на которые течет через город тоже то там то здесь есть позолота то сети рыбака золотые крыльцо мельницы который к сожалению с этого ракурса нам не видно она тоже позолочена вот такой фонтан нас встречает у входа у входа фактически во дворик еще того как мы попадаем в сам дворец везде ставят катки с цитрусами это могут быть апельсины они меняются довольно часто это апельсины мандарины иногда бывают лимоны иногда бывают полосатые лимоны очень трогательных потом опять же мы встречаем многократно саду внутри портика существует самые разные предметы артефакты например стоят какие-то саркофаги и статуи и вот действительно мемориальная доска говорящая нам о том что здесь великий венгерский композитор и пианист ференс лист жил и работал и действительно мы знаем что ференс лист очень любил виллу дэсте он дружил с кардиналом густопом гогенлое который на тот момент был хозяином вилла эта вилла в конце 18 века перешла к ветви дэсте которые были семей габсбургов и кардинал гогенлое который жил в риме он эту виллу восстановил в ней строил такой вот центр он там жил естественно сам в том числе но он приглашал туда всяких таких именитых гостей в том числе лист у него останавливался и комнатка в которой лист жил это была же не комнатка такая маленькая часть такие апартаменты он сам лист называл эти апартаменты мои моя голубятна музыкальная комната была круглый уютный из толком расписанным розами вот он в этой комнате часто очень музыцировали писал разные произведения например его пьеса под названием кипарис и виллу дэсте и фонтан и виллу дэсте когда в 1887 году землетрясение очень сильно повредила тиволи лист стал благотворительный концерт в на вилле дэсте не в этой комнате в другой а на этой фотографии лист исполняет крейсера у саната вместе со скрипачкой по имени альма-арма синкра вот такие важные именитые гости здесь были в том числе и знамен филада комнат верхний этаж это этаж где находились частные апартаменты вообще здесь все четыре этажа но чем ниже чем ближе к саду тем важнее становится комната на первом на верхнем этаже вот на котором мы с вами сейчас мы просто заглянем на секунду здесь из-за того что нам может быть интересно это часовня работы федерико дзубкали и пару фресок потолка ну а остальное это конечно же вид с террасы чем ближе к саду чем ближе к парке фонтан тем интереснее вид террасы совершенно замечательный что конечно же наводит нас на размышления и вопросы зачем вообще этот сад был сделан что в нем такого особенно что вообще с этим садом происходит дело в том что идея сада как такового сад как таковой это всегда попытка создать создание человеком некого счастливого окружения фрэнсис бэкон в своем эссе о садах пишет начинает это эссе словами такими всемогущий бог первым насадил сад первое что он делал насадил сад на земле то есть сад это такое идеальное совершенное место и поэтому искусство сада такого архипаркового создания это всегда попытка создания человеком некого счастливого окружения ну и можно сказать что если в других искусствах это лишь всего лишь частично удается то сад действительно нас окружает эта попытка превратить мир в некий интерьер и сады менялись в зависимости от времени сад назначение сада его структура она менялась мы видели на прошлой прогулке искусственно искусственный сад ливии да вы императрицы первой императрицы рима как он выглядел эти фрески которые были созданы для того чтобы воспроизвести окружающий сад внутри стен дома саду древнем риме имел одно значение сад средние века в ренессанс барокко меня значение немножко другое но всегда эта попытка вернуться то идеальное пространство и в то идеальное время когда человек не обринет его не отяжают ни грехи не потери не болезни не смерть и на протяжении столетий значение и структура сада менялась средневековые сады ренессансные сады они очень и барочные сады эпохи барокко они наполнены разнообразными символическими значениями их нужно читать как вооружившись книгой символов таким ключом для прочтения сады эпохи ремонтизма становится более интенсивно эмоциональные то есть они стараются не столько создать какую-то рассказать историю сколько создать какое-то настроение конечно же сады были связаны не только с идеями но и с природой с окружающими какими-то пейзажами ландшафтами конечно же они связаны с образом жизни хозяина с укладом жизненного современников сады могли быть устроены для размышлений для поэтических мечтаний для прогулок для учебных занятий как это было средние века для молитв для приема гостей для любовных свиданий для праздников для чего угодно для механических прогулок как это было в романтизме в каждой эпоху это было по-своему эпоху ренессанса эпоху возрождения по-своему это тоже развивается в каком можно сказать что ренессанс снял противоречие между человеком и природой это человек становится в центре и вот эта преображенная природа с преображенным человеком каким-то образом наконец оказывается в состоянии гармонии как бы здесь как вот в замечательном эссе дмитрия сегеевича лихачева под названием поэзия садов он говорит о том что в садах ренессанса главным стал человек в подчиненной ему и его разуму природе человек не только идеализировал природу но и считал себя способным улучшать ее выявляя в ней ее идеальные свойства сады ренессанса отличаются от садов барокко который тоже в своем в своем каком-то смысле такой это момент переходный и как ни странно хотя никому не сказали бы наверное что тысяча пятьсот пятидесятые шестьдесят и семидесятые годы это еще не барокко но вот в саду парковом искусстве это уже барокко наверное если смотреть на соотношение разных философских идей которые использовались при создании садов опять же цитируя цитируя лихачева задают такой вопрос чем же заключался основной принцип садов барокко он был тот же что и в поэзии барокко неопританский поэт джам батиста марина отчетливо выразил общий принцип барокко поэта цель чудесная и поражающие тот кто не может удивить пусть идет к скрепнице то есть пусть станет конюхом поэтому барочное астрономия оказывается умением сводить не схожие грусть и веселье серьезность и насмешливость невозможные возможно и в каком-то смысле можно сказать что сад виллу гасты этим полом в этом саду в задействовании пять чувств мы увидим с вами и разнообразие цветов и оттенков и услышим пение журчание птиц воды и пение птиц аромат цветов наверняка окружал тех кто гулял по этому саду наверняка можно было вкусить плодов потому что там росли плодовые деревья ощущал прохладу обдуновение ветерка и тепло от солнечных лучей все пять чувств каким-то образом были задействованы тех кто и тех кто гулял по этому саду мы сами тем временем спускаемся вниз на следующий этаж нас который находится ближе к саду и этот этаж это и есть те самые апартаменты парадные апартаменты ипполита дэстэ для начала мы оказываемся в коридоре этот коридор называется крипто портиком или длинным рукавом он идет вдоль всей анфиловой комнат комнаты с правой стороны с левой стороны в стену сделаны фонтаны а своды этого коридора и стены были украшены мозаикой в тиволе своя особенная мозаика называется рустико такое сочетание техники лепниной мозаики вместе то есть она сама по себе не плоская она уже использует камешки не обязательно драгоценные не обязательно ценные какие-то это могут быть совсем самые простые камешки конечно же тоже используют мальту но главное что она эти камни ставит во-первых они крупные эти камни ставят на ребро очень часто а также иногда их укладывают поверх лепни то есть это такая объемная мозаик будет коридор перед нами и вот апартаменту нобеля благородный дворе комнаты так называемый это первый зал в котором называется зал но и вообще то что поражает когда гуляешь по этому дворцу это то что вот в этом обиталище католического кардинала практически нигде не встречаешь никакой христианской символики мы видели маленькую часовню в общем-то все все остальное не просто как-то без без безлика же там или пейзажи например или какие-то такие сюжеты которые нельзя каким-то образом определить или классифицировать нет это будет очень определенный и религиозно можно даже сказать насыщенные темы и сюжеты это античные небоистое языческие сюжеты мы встречаем без конца разных богов разных разных мифологические истории мифы и сюжет мифы и они становятся таким вот фоном жизни кардинала ипполита это в стиле дух того времени стены этого и залы в которой мы с вами находимся расписаны фресками они воссоздают как бы казалось бы вид за стенами за за окнами и за стенами этого здания как будто такая некая попытка раздвинуть стены мы знаем что кардинал ипполит поселившись в тиволе это была в каком-то смысле ну в общем отчасти вынужденная ссылка у него был дворец в риме у него был естественно дворец феррари в родной его феррари но жил он последней часть своей жизни здесь в тиволе наверняка он мог вернуться в рим но может быть он чувствовал себя там не совсем тем желанным гостем действительно так получилось что следующий папой следующий после через папу после юлия после юлия третьего папа павел четвертый вообще его выгнал обменил его в симонии и он действительно был персоналом грата в риме он даже в какой-то момент уехал на север а потом отсиживался в тиволе то есть наверняка его было его ощущение от своего места оно было не совсем простое не исключено что он чувствовал себя некомфортно и вот эта попытка раздвинуть стены мы увидим ее все время будем видеть везде залах этого дворца верхняя часть стен своды расписаны мелкими мелкими гротесками стиль это в сущности античный четвертый помпейский стиль живописи он здесь великолепно нам встречаются великолепные экземпляры два слова о художниках это была такая команда она менялась на протяжении тех лет что его расписывали первыми художниками которых нанимает пиро легорио то есть архитектор разрешения ипполита это были федерико дзукари знаменитый художник манилист и джирола муцья но потом к ним присоединяется дуранто альберти чезари не пиа ливи и агрести и потом незадолго до смерти ипполита возвращается дзукари то есть вот такие вот мастера мы не самые наверное известные мастера художники эпохи манилизма позднего позднего возрождения фактически очень много барочного мы это как раз очень хорошо увидим и вот перед нами треска потолка это как раз работа федерико дзукари эта сцена жертвоприношения ноя видим перед собой окончание потопа вот ковчег на горе арарат и жертвенник перед как на котором лежит сажение и но и на коленях или а перед ним господь принимает эту жертву благословно с правой стороны от жертвенника видим животных которые вышли из ковчега вместе с моим и его семьей мы видим осла мы видим вала евангельские сцены рождества животные и мы видим белого орла то есть семейство дэстер как бы как бы такой намек что мой был видимо из семьи дэстер асары уже здесь но я шучу конечно но наверняка это такое вот отчасти присутствие этого орла присутствие этой семьи конечно же не проходит незамеченным это единственный крестьянский который мы гербы семьи по всем углам многократно повторяем и и вот в этих небольших рамках черно-белый в стиле киару скоро изображение аллегории четырех времен года перед нами прекрасная весна это лето интересно что колоссия это лето в то время как для для русского зрителя скорее осень но для итальянцев это лето а осень это вино конечно же это два аллегории осени старик греющийся огня это зима также здесь мы можем увидеть две аллегории добра две две добродетели изображены здесь это добродетель на самом деле это 2 из 2 из 4 кардинальных добродетели перед нами добродетели благоразумие и умеренность благоразумие и умеренность еще не хватающие 2 кардинальные добродетели это мужество и справедливость гердеско который везде встречается переход в следующую комнату украшен фальшивым мрамором это живопись это роспись фреска то есть штукатурки изображающий мраморный рамок двери а также занавес некую из ткани полок который тоже приподнят для того чтобы эти все нарисовано дальше мы с вами очень хорошо видны типичную для барокко но уже в середине вторую половину 16 века встречающийся технику обмана тромплей вот видите ты колонна перед нами зеленая колонна стоящая у стены она не стоит и стена нарисована на стене это все это на плоская стена вот она таким образом здесь появляется это зала называется 2 тибурти буртинской залы получается это 2 следующее будет 1 и 2 тибуртинская зала посвящена важному для тиволи персонажу важному для тибуртинской севиле тибуртинская севилла кто она была такая она была на самом деле женщиной по имени и но она была теткой диониса и несмотря на приказ геры всему человечеству дионису дать ему умереть она его выросла на вскормила и выросла из-за этого наказания ее муж который были перед собой афамант гера вселила в него безумие вернее она велела тисифоне вот это вот фурия с правой стороны от него селить в него безумие и вот афамант лишившись рассудку убил сын или адха а именно на заднем плане с младшим сыном милипертом бросилась успела убежать она бросилась в море тут кажется что она бежит с каким-то багажом на корабль на самом деле согласно миф она бросается в море и там боги те которые на стороне вакхи на стороне диониса были и помогают венера ее спасают и вакх сам они ее превращают в море в левкофею в морскую богиню а ее сын становится тоже божеством по имени полимон постепенно ее культ время сольется с культом матер матуты и в тиволи же он ее будет звать белой севиллой матер матута сын ее становится богом входов и выходов богом портонусом в тиволи она становится севиллой и вот здесь как раз мы видим на фресках ее культ вот несут уже это не она сама сын еще одна легенда которая связана с городом тиволи это легенда о реке они так называется река главная река текущая через этот город интересно как есть все вместе все они как бы все сюжеты вещи отношения к городу мифы легенды и какие-то исторические факты все это они вот на стену выложили все здесь изображено но это как раз говорит о том что вся эта культура античная она и немножко заимствованная не совсем родная то есть они ее они как бы у них есть эти все как кубики да они что-то складывают из этих кубиков но не совсем тоже получается что наверное изначально имелось ввиду они бросается в реку он перед нами когда он видит как меркурий уводит его дочь хлорис у нее обняв за плечи с ней уходит и несчастный царя не бросается за ними попав в реку он в ней тонет и река будет названа в честь него и это вот вторая тибуртинская зала на других стенах мы видим аллегории рек это аллегория реки тибр и и сама матерматута даже знакомы уже нам севилла которая здесь скорее матерматута с паркунсом а здесь три реки велики текущие через и имеющие отношения к городу тиволи перед нами пол которым частично был снят когда в 1980-х годах делали ремонт пола оказалось что под ним находится не только средневековый монастырский пол но и древнеримский первый века до нашей эры пол с простой черно-белой мазайкой к сожалению очень сильно отражается от стекла резки потолка поэтому не совсем хорошо видно но вот на фотографии тут можно увидеть мозаику которым украшен этот пол как всегда время все строится одним другим и можно так копнуть эти слои постепенно открываются вот как раз так называемые пельты щиты амазонок перед нами щиты амазонок очень простой меандр щиты амазонок узел сломана все так вот украшали первые домашеры это еще достаточно скажем так аскетичный в этой области следующие зала это вторая тибуртинская первая вернее тибуртинская зала и она посвящена тибуру и его братьям тимуру а тибуру основателю города тибуру на самом деле здесь есть опять же несколько легенд естественно колонны нарисованы и они не выступают и стены хотя на видео на фотографиях они очень хорошо присланы к стене но это всего лишь фреска всего лишь конечно требует большого мастерства здесь перед нами геракл это еще один такой вставной сюжет геракл покровитель тибули покровитель весты здесь он гонит белых коров гириона и сражается со слугами гириона которые он послал в догонку за ним а история тибура с братьями запечатлена на стенах вот они сражаются с стекулами выгоняют их запечатлена на потолке вот они высаживаются тоже там всех кто попадается на их пути уничтожают брат тибур с братьями и здесь мы видим жертвоприношение тибура и за на заднем плане мы видим как тибур с вот этими двумя белыми телками прочерчивает периметр совершает обряд по мере совершает обратно заложение города прочерчивает священный периметр периметр города как и время это мы знаем сделали забавная фреска изображающая строительство города тибур где одновременно где уже строится все то что можно увидеть сегодня в тибули и все здания современные все здания современные для ипполита все это строится несколько богов здесь изображено вулкан вине это день гиана потом там будет еще венера аполлон вот четыре божества стоящие между вот этих вот фальшивых занавесей фальшивых габилена фальшивых колон это каком-то смысле очередное прочтение древнееремской живописи отличается достаточно сильно от естественно помпейских стилей но еще она еще более такая использует еще больше элементы визионизма то есть еще больше тут этих обманок тромплеев чем было древнем риме и чем был в эпоху возрождения дальше двигаются только в сторону барокко забавная очень дверь нарисована не настоящий к ней же нарисованная собачка который тянет за помпон опять же это идея закрытых пространств которые ипполит пытается открыть за открытые стены которые превращаются в окна или даже в балконы за стены превращающиеся в двери все это наверное в каком-то смысле может быть не прочитано тронные зала или же зала большого фонтана зала главная комната главное помещение этого этажа это было такое помещение где где ипполит устраивал принимал гостей и устраивал банкеты и здесь в римске опять же изображают такие виды дворца каполита в риме на куринарском холме в виде тиволи несколько несколько видов садов которые потом мы видим и сверху в окружении гротесков мы видим фреску изображающую банкет богов симпозиум такой богов интересно что художник который это был опять же наш Джерома Муциану который расписывал эту залу ему удалось достичь невероятного эффекта эти колонны которые нарисовал их нет это плоский потолок то есть свод чисто слегка там есть какое-то удивление но в остальном никакого второго дополнительного этажа там нет это нарисованные колонны но это кажется что это настоящий колонн из африканского пекнистого мрамора и они поддерживают еще одну крышу лантерну но этого на самом деле этого ничего нет это удивительная конечно же опять же обманка которая в каком-то смысле с точки неподвижной то есть с точки которые снимала камера видно даже лучше чем если ходить когда ходишь они приходят на движение вот это здесь таким образом это один из видов белой дески снятой нарисован естественно снизу фонтан и вот фонтан внутренний который находился который работал действующим фонтаном он находился внутри этой зала какие залы каких дворцов могут похвастаться фонтаном внутри зала вообще конечно это ради действующим фонтаном это был не единственный действующий фонтан мы знаем что фонтаны длинного рукава то есть коридора который находится прямо за стеной и все двери этого этих комнат в том числе две двери тронные залы выходили туда фонтаны там тоже были действующими то есть журчание воды создавало действительно удивительный эффект и об этом писали в этом писали художники написали поэты которые приезжали просто надо сказать что в какой-то момент можно сказать что ненадолго но культурная столица латция смещается папского государства вернее смещается к нему потому что когда к власти приходит папа пи 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 который был известен тем что она вообще очень отрицательно относился к к античному искусству к античной культуре он видел не только опять же но немножко такой средневековый подход он видел в ней лишь языческих идолов и все художники и утрачивали все свои заказы и как мы с коллегой сегодня гранты если они не согласны были расписывать только лишь на религиозные темы создавать свои произведения так что он реально выгнул из столицы многих интеллектуальных художников и многие из них находят привык у дески также известно что композитор и музыкант джованни палестрина обратился к нему с просьбой потому что папа собирался дать энциклику которая запрещала полифонию он обратился с просьбой быть услышанным дать ему возможность исполнить свои произведения и папа хотел вернуться к григорианскому распилу то есть он хотел в каком смысле как бы повернуть ход истории остановить развитие музыки и вернуться к одноголосию и палестрина уговорил его быть услышанным тот послушал его и согласился что действительно даже многоголосная музыка может быть духовной и он ему позволил писать дальше даже сделала свои майсты ну вот такой был момент и а здесь вот в этой зале вот перед этим фонтаном собирались собирался цвет творческого искали бы сегодня интеллигенции рима фонтан украшен мозаикой той же самой объемной мозаикой как мы видим в коридоре она более мелкая и здесь такие вот рядом стоят две гермы поддерживающие поддерживающую рамку фонтана две двери вернее опять же две стены на которых нарисованы двери выходящие джентльмены такие какие-то вельможи один с обезьянкой это кстати фонтан который находится в коридоре прятая дверь оттуда его видно и второй вот такой вот тоже немножко грузный смотрит выглядывает и смотрит что происходит дальше отсюда теоретически можно спуститься в сад но сейчас поскольку мы придерживаемся истинно скажем так данный момент сад сейчас закрыт поэтому с этой стороны поэтому спуститься в сад нужно через следующий из следующих комнат мы быстро через них пройдем не теряя время и окажемся в саду следующей комнате находится мы впервые встречаем не только герб семейства дельства но и девиз на самом деле девиз был только ипполита надпись здесь в переводе гласит следующее не уследил дракон не смыкающий глаз ипполита не раз сравнивали его современники конечно же поэты с гераклом говорят о том что те усилия которые полит приложил к созданию красоты это сравнимо лишь с подвигами геракла золотые яблоки они становятся опять же символом той красоты которая везде находится в этих комнатах зала подвигов геракла маленькая опять же зал это такое громкое слово на самом деле эти комнаты все уже небольшие вот выход в коридор где фонтан подвиги геракла изображены на на сводах потолка опять же данном случае это все опружено вот этими изящнейшими гротесками которые наверное нигде еще в таком количестве не видишь следующий зал называется залы благородства и здесь встречаются она выглядит в каком-то она сделана совершенно в древней стиле только бюсты челосов которых мы здесь перед собой они не настоящие они стоят здесь они нарисованы нарисованы бюсты Сократа биогена нарисованы на мраморном фоне нарисованы мраморные бюсты в квадрате и это конечно же розовый красный помпейский цвет стиль здесь изображаются три грации а также разнообразные добродетели аллегории добродетели смешиваются немножко одно в другое нахуй в следующей зале которая называется слава славы десты семейство десты изображаются исключительно добродетели самые разные добродетели которые были свойственны присущи этой семье посередине сеть благородства с левой стороны сидит бескорыстность права сидит щедрость непонятно неизвестно до какой степени ипполит был этим знаменит но по крайней мере таким вот образом он хотел себя изобразить природа последняя комната из которой мы сразу с вами спустимся в сад очень подходящий теме комната охоты и совсем другом стиле художник пейзажи расписал по лестнице винтовой лестнице спустившись мы оказываемся саду это верхняя терраса сам сад по структурам и здесь нужно сказать два слова о том какой формы какой структуры сам по себе этот сад я предлагаю сделать нам небольшой перерыв я включу вас как не хочет и потом мы продолжим посмотрим вопросы которые у нас есть федерико дзукари да который расписывал палаццо фарнези совершенно верно он их два был звукари федерико и тадео там они работали вместе а тут только федерико пожалуй мастер матута на самом деле она матута значит утреннее как оказалось то есть такая с утра в общем великая мать великая мать ну да тем не менее она кого только с кем только ее культ не сливался и кибела вот сивила и и но и какие-то в общем и это белая белая богиня репкофея как бы кого чего было тот в этот культ добавлял к матер матуте что еще мы хотим спросить все а вот как когда был спуск тот который сейчас закрыт хотя мы придерживаемся истины там был еще питьевой фонтан мы к нему конечно же первым делом подойдем естественно мы истинно придерживаемся но мы пропускаем еще пока только спустились на уровень фонтана в общем это вот одно из таких не очень понятных ограничение но попытка упорядочить передвижение внутрь музея во всех музеях сейчас проложили какие-то определенные такие тропы туристические они обозначены стрелочками или наклеечками или же стоят там эти хотела сказать вертуха и не совсем в общем указывают куда идти смотрите и указывают как двигаться смысла нет никакого потому что кроме нас на вели дэсты было наверное еще человек пять учитывая дворец и парк вот на на все это пространство если даже каждый из нас захотел просто бегать по дворцу или по парку и и сняв маски там они знаю кричать и мы бы никого другу не помешали и шансов встретиться у нас даже не было но вот нужно идти по определенному проложенному маршруту а значит не спускаться из гостей с салона из тронной залы а вот пройти через те две комнатки но даже симпатично все-таки туда мы никогда не заходим потому что обычно сразу идем с а хочу еще сказать что среди нас присутствует большая любительница и даже отчасти профессионал садов как сценарий а именно лиза василькова и поэтому ужасно приятно что ты говоришь она тоже не показывает но лиза мы с ним чего переписываемся потом очень часто показала ли очень интересно спасибо я надеюсь даже если может быть там и все знаешь но сами все садгиды так хороши что конечно же их но главное что я там не было и когда вот теперь мне такая возможность спасибо и спряталась спасибо спасибо Спасибо. Ну, хорошо. Давайте, я думаю, если вы не против, можем продолжить. Возвращаемся. Да, давайте. Пойдем с вами дальше. Я уже сказала, что, конечно, самым удивительным в этом парке, самым прекрасным и тем, что нас так привлекает и завораживает, на самом деле это парк, об этом парке это фонтаны. Не просто какой-то там один, два или три, четыре фонтаны. В этом парке сотни фонтанов. Его называют парком ста фонтанов. На самом деле там гораздо больше фонтанов. И для того, чтобы создать эти фонтаны, Пиро Легорио, который был не просто архитектором, археологом, он был, видимо, инженером, он создал так называемую бидравлическую машину. Он отвел от реки Аньены рукав, построил подземную галерею длиной 600 метров и по этой подземной галерее со скоростью, вернее, с объемом воды 300 литров в секунду, часть реки Аньены протекает с верхней террасы дворца до самой нижней и потом вливается обратно в реку. И как бы он взял взаимой у реки немножко воды и потом она возвращается. Вот эта система гидравлическая машина до сих пор используется, там нет никаких насосов. И все фонтаны, которые работают на Велидесты, это всего лишь естественный напор воды и принцип сообщающихся сосудов. И когда мы видим некоторые из этих фонтанов, нас, конечно, потрясает, как это возможно, потому что там высоченные десятки метров струи с огромным напором, однако это так и есть, и это он был действительно наверняка таким талантливым и очень способным, незаурядным инженером. Ну что, давайте с вами теперь спустимся в сад. Вот он перед нами. Здесь существует, как во всяких садах того времени, существует некая система символов. Она, на самом деле, в данном случае своя собственная, она отчасти, можно сказать, придуманная специально для этого сада. И здесь есть такое пересечение, переплетение аллей, которые идут параллельно фасаду, и аллей, которые идут перпендикулярно фасаду. Немножко напоминает ткань, как такое вот переплетение основы и утка. И в результате образовывается такая довольно плотная структура сада. И согласно символизму этого пространства, все аллеи параллельны и посвящены Гераклу. Как это мы понимаем? А все аллеи перпендикулярны и посвящены Венере. Геракл в данном случае является аллегорией сдержанности, такого терпения, какого-то отречения от плотских путев. Но Венера же, наоборот, полная ему противоположность, ее крутые аллеи в данном случае становятся символами ее невоздержанности, ее страстности, ее несговорчивости, ее вспыльчивости. Вот интересно, как эти аллеи между собой пересекаются, как они между собой пересекаются. С правой стороны это фасад дворца, мы спустились вниз и начинаем наш первый фонтан, который нам попадается на пути, фонтан треножника. Конечно же, опять это, безусловно, намек на античный жертвенник, на античный треножник трех богов. И с него, с этой террасы, открывается очередной раз вид на город, на виллу и на город тоже. Это работа пиранези, изображающая его деск, но с противоположной точки, опять же, снизу. Здесь очень хорошо видно, как выглядел сад до того, как он густо-густо садов деревьев. То есть деревья уже были высажены, они уже есть, они так сильно и так густо, они разрастутся попозже, потом. Так что отчасти его архитектурный замысел немножко скрадывается сегодня деревьями, но получается нечто иное. Опять же, как пишет Лихачев, даже когда сад утрачивает свой первоначальный вид, все равно память о нем остается. Какой-то замысел проглядывает, и то, как он выглядит, воспоминание о нем, оно тоже имеет свое собственное, особенное значение. Вот так он и выглядел при пиранезе. И это, опять же, план сада, но он не совсем соответствует тому, что мы видим сегодня. Что-то с тех пор было изменено, что-то утрачено, что-то перестроено. Но, скажем, первая аллегория представляла себе примерно таким. И вот, если смотреть в масштабе, мы видим, что сам дворец занимает совсем немного места. Но есть вот эта вот прямая от входа. Мы с вами сидим там, где находится вход, главный вход в сад. И обратите внимание, что он лишен симметрии. В нем есть некая, в нем, безусловно, есть гармония, но он не стопроцентно симметричен. Симметрия воспринималась как нечто скучное. Для того, чтобы создать прелесть, уникальность, индивидуальность, сад должен был иметь что-то симметричное в себе, но в нем должно было быть нечто большее. Обязательно. Вот он перед нами. Фасад с лестницами, двойными рампами, с нишами и с фонтанами видно с любой точки. Они как бы наслаиваются, накладываются планы один за другим. Перед фонтаном треножника чуть ниже стоит еще один фонтан, а под ним стоит еще один фонтан. Их струи, кажется, что они переплетаются. На самом деле, напор воды разный. И получается так, что видно все три фонтана. Но на самом деле, кажется, что они стоят один над другим. Но на самом деле, кроме того, между ними есть некое расстояние и глубину тоже. Вот питьевой фонтан, о котором говорила Оля. Это фонтан Пандоры. На самом деле, к сожалению, самой Пандоры не сохранилась. Это два небольших фонтанчика с питьевой водой. Здесь как раз-таки принцип сообщающихся сосудов очень хорошо работает. Если заткнуть один из двух фонтанов, то вода в другом резко увеличится на кор. Называется же он Пандорой, потому что вот в этой нише стояла статуя Пандоры. И все, конечно, хорошо знаем, но я все-таки напомню легенду о Пандоре. Пандора была наказанием человечеству за украденный огонь. И боги послали прекрасную девушку Пандору к человеку для того, чтобы заключить с ней брак. Ей приданная дам была, что по-русски называется ящик, а по-других языках называется сосудом, в котором он был плотно закрыт, и ей было велено его никогда не открывать. Но этого, конечно же, было достаточно для того, чтобы она тут же первым делом его открыла. И там из этого сосуда, из этого ящика вылетели страшные наказания, страшные бедствия, на которые боги обрекли у человека за похищенный огонь. Там были войны, смерти, болезни, испытания, страдания, и Пандора в ужасе захлопнула крышкой. Этот сосуд на самом дне находился надеждой. Потом она приоткрыла, поняв, что нужно как-то попытаться хоть что-то исправить, она приоткрыла крышку, надежда вылетела из этого сосуда, и вот надежда спасает, человечество с тех пор спасается надеждой, несмотря на все прочие дары Пандоры. Эта статуя стояла в нише, сейчас она находится в музее Вилла Тарлони, и внутри этого сосуда, который держит Пандору, он полый, там был некий механизм, который приводил воду, которая лилась в том числе из этого сосуда, в движение. Такое было впечатление, что это как раз вырывающиеся из сосуда страшные беды и наказания, которые боги послали на человечество. Ну, сейчас ниша пуста, немножко сохранилась мозаики. Почему она что-то исчезла? Ну, что-то было перенесено в музей. Вообще, эта Вилла после смерти Ипполита перейдет в собственность его племянника, потом его племянника, это кардинал его один-другой передавать, кардинал Александр Форнези в середине XVII века ее виллу украсит и перестроит, кардинал Ринальдо в 1661 году наймет Бернини, чтобы он построил там два фонтана, а потом постепенно она придет в запустение, там никто не будет жить. И вот только в XIX веке Габсбурге уже, то есть австрийская корона, будет более внимательно к ней относиться. Последним владельцем этой виллы был Иосиф Фернанд, которого застрелили в Сараево, со смерти которого начинается Первая мировая война. После этого вилла отойдет к Италии и довольно долго будет закрытой. Лишь после всех страшных мировых войн ее начнут реставрировать. Что-то было безусловно утрачено, что-то было очень сильно повреждено, здесь падали бомбы во время войны, поэтому восстановить такую виллу совсем непросто. Это фонтан, который как раз сделал Бернини, он называется фонтаном Большого Кубка, и мы видим его верхнюю часть, мы видим его чашу и струйки. Изначально там был гораздо больше напор, но из-за того, что сильный-сильный напор закрывал вид на фасад, его в результате немножко закрыли, сделали более слабым. А потом этот фонтан мы увидим с другой точки. Мы спускаемся по диагонали, по диагонали не перпендикулярной линии, не параллельной, не по олее Гератла, не по олее Венере, а по олее Венере, а по олее Венере. И вот здесь мы видим с вами деревья, которые нам очень напоминают вот эти вот такие довольно странные ветви яблонь, которые украшали, помните, фонтан спящей Венеры? Это как раз те самые золотые яблоки, геспирид. По-итальянски они называются даже не столько яблоками, сколько, вы видите, что это такое, айва, мелокотония, айва. Сейчас она зеленая, поэтому она не золотая, но вот они растут вдоль этого, до этой аллеи, узенькой аллеи, когда там был закрыт проход, но я решила, что как же мы без айвы, подобралась. И вот как раз эта нижняя часть фонтана, который сделал в Бернине, он называется фонтаном Большого кубка или Большого стакана, бекероды, похож на Большой кубок, действительно, выложен вот этой вот типичной для Тиволи очень крупной мозаикой. И он с таким закрученным, рыбим таким хвостом очень украшает собой виллу. Он один из таких крупных фонтанов, он как раз находится по центральной аллее Венеры перед фасадами. Фонтан Вабха. Все фонтаны очень сильно взросли венериным волосом, и я не нашла нигде ответа, как они выглядели при Ипполитедесе, чистили эти фонтаны или нет, но так или иначе сегодня они выглядят вот так, и это придает невероятное очарование этим фонтанам. Признание фонтан Тиволи. Сейчас я не оставила на пару видов из улиток, я его поставила на 10%. Представьте себе, в 10 раз громче. Признание фонтан Тиволи. Вот такая разница. Тиволи есть. Реки, аллегории рек. Аллегория рек – это полный взгляд на скалы. Эти скалы, такое впечатление, что это естественный, как будто бы горный массив. На самом деле нет, все здесь создано искусственно, но таким образом, чтобы нам это было незаметно. Большая часть созданных человеком, художниками и скульпторами, которых нанял Ипполит, Дестри, которых, например, советовал, первую аллегорию он выбрал, работали в таком стиле, чтобы присутствие человека, его дело, его рук было не отличимым от природы. И здесь очень важная такая вот, опять же, философская идея эпохи Возрождения. Человек – это младший помощник Бога. Он сотворец его вселенной. И Бог сотворил природу, а человек тоже творит природу. В окружении вот этих вот брызг воды. Одна из дорожек украшена вот такими вот круглыми, распиленными на диски колоннами и потом мозаиками. Вот эти диски колонн – это все кусочки античных колонн с вилла Адриана. Драгоценные сорта мрамора, которые были привезены Адрианом из Египта, из Греции, из Африки, они стали украшением, они подбрели новую жизнь вот здесь, на вилле Дестри. Так же, как в церквях, очень красивый цветок сделан из розового сердцевинка, из розового мрамора. И палоколон стоят сами по себе, вот этот белый с лиловыми прожилками, драгоценный мрамор, павлиний мрамор. Мы обычно его видим уже распиленным, а тут он в виде колонны, и он действительно очень красив с собой. На одной из аллей, скажем так, будет называть аллей Геракла, чтобы уже понять направление, находится один за другом расположенный фонтан. Называется она аллей 100 фонтанов. На самом деле, опять же, здесь фонтанов не 100. Ну, вот такая последовательность фонтанов, идущих от фонтана Тимули вперед, вот в противоположную сторону, вот так вот они выглядят. То есть, на самом деле, три яруса, вот эти смешные морды разных животных, которые тоже сильно взросли, винились с зереным волосом, но не очень хорошо их видно. Все так быстро взрастает, потому что вода речная. Я нашла пару изображений, конечно же, это не настоящий, но вот примерно так, считается, выглядела эта при полите, когда еще здесь не было растений. Да, мы гуляем щитку. 1000% звук от фонтана. Мясные животные, самые разные, шачи, холстяток и так далее. Не менее забавные выглядят сфинксы. У нас вышел спор, что это за существо, сфинкс ли это или какая-то гарпия, или химеретта сфинкс. Но не гигипетский сфинкс, а римский, или вернее даже петрусский сфинкс. Здесь вниз по лестнице, по петрусский сфинкс выглядит вот так. Это такая компенсация природы. Это женщина, это лошадь, это копыта, это птица, либо они только здесь в ней воплощаются. Перед нами открывается ведь на следующий фонтан. Мы с вами идем от Тиволи в сторону вот этого фонтана. Они не случайно так расположены по двумя сторонам этой дорожки. И этот фонтан называется фонтаном Рима. Итальянский Рим будет Рома, а этот фонтан называется Рометта, маленький Рим. Римчик такой, фонтан Римчик. Он здесь находится не случайно. За ним действительно находится Рим. Ну, на расстоянии 20 километров, но оттуда, вот с этого возвышения, в хорошую погоду Рим был виден. И Политдесты мог его увидеть. Если опять же предположить, что он представить, что он в это время, какие-то годы во время своего пребывания в Тиволи жил против своего лица, то он отчасти специально закрыл для себя випет на Рим и сделал себе свой собственный рим. Как будто говорит, что мне Рима не надо. Фонтан действительно выглядит, как кусочек города. Вот перед нами богиня Минерва или Рим, богиня Рома, как ее звали, река, на которой находится остров в виде корабля, так выглядит остров. Вот пороги реки, это Тибр текущий через Рим. Барельефы Рима, фризы храмов. Их сегодня можно увидеть на разваленных форумах, слепки с них, а в музеях, а в оригинале. Аллегория Тибра и рядом с ним аллегория горы, аллегория Пенинских гор, в которых течет. Древнеримские стены, древнеримские здания, арки издания Римского форума и все это вместе одно с другим находящимся рядом. Там около Минерва находится волчица с Ромалом и Реом. Все это, она здесь видна немножко под солнцем, все это становится Римом и Палюта Дестой, который был у него, свой собственный Рим, с этой стороны у него был Рим, с другой стороны, напротив Рима у него был Тиволи, и больше ему ничего не надо было. Он был абсолютно, как пытался он, наверное, себя уговорить и убедить, абсолютно был счастлив тем, что он вырос. Мостик сейчас, он закрыт, он всегда закрыт, ведущий туда к Минерве и к Ромуну и Рему. Дальше там небольшая терраса, за которой Рим. Очень красивая получилась фотография, как будто солнце, солнечный свет струится из Билеска. Чуть-чуть спустившись, оказавшись на следующем уровне, мы оказываемся на площади с двумя, к сожалению, не работающими фонтанами. Это фонтан Персихоны и это фонтан Савы. Вот фонтан Савы заслуживает отдельного рассказа, потому что, кроме того, что здесь удивительной красоты, мозаика, посмотрите, как колонны, виды вот этой вот объемной мозаики, то есть лепнина, над ней сверху на нее наложенная мозаика, этот фонтан изображал Саву, если вот приглядеться, там такие фанерные трафареты, но они наложены на стену фонтана. Вот здесь вот мы видим юноши, которые держали вазу, из нее была вода, из нее была вода. Здесь сидит Сава и здесь на деревьях сидят Савы. И вот этот фонтан с Савой не только был очень красивым, естественно, элегантным, он издавал разные звуки. Сава ухала, а Савы пели. Кроме того, на площади перед этим фонтаном находились монополизирующие цирки, то есть скрытые, спрятанные под плитами площади фонтаны, которых наступает тебя, обдавала водой. И это, к сожалению, полностью утрачено и не подлежит восстановлению. Потому что, ну, по крайней мере, вообще вопрос реставрации в современной Италии, я думаю, не только и в Европе вообще, предполагает реставрация, в первую очередь, консервация. Не попытка восстановить то, чего не сохранилось. Вот нам поставили картонный, конейный трафарет, мы знаем, что там была Сава, она выглядит так. Но сделать новую из этого известняка Тибуртинского, об этом нету речи. Одна из точек, которая нам показывает фасад и фонтаны, которые один над другим стоят, это вот эта, к сожалению, часть лестницы плоской, кардонатой, по которой можно было подняться в карете. Справа с вами завели асфальтом, но все-таки я хотела показать вам, что вот так вот были все лестницы. когда мы заканчиваем прогулку по вилле Десты внизу, в самом-самом внизу, нам предстоит подняться на самый-самый верх, мы все поставили, мы думаем, как же Ипполит и его гости ходили, никак они передвигались на каретах здесь тоже, потому что эти лестницы предполагали передвижение на каретах с легкостью. Вот здесь еще одни перила, которые тоже, внутри которых течет вода, фонтан из пласти дельфина или из пласти лягушки. И вся эта гидравлическая машина работала благодаря вот этим вот скрытым переходным каналам, которые воду, которые проходят, фонтанов расположены горизонтально на одной террасе, они переводят с одной террасы на следующую, на нижнюю. Это выглядит так, вот такие вот с бурлящей водой, здесь очень хорошо виден напор, канавы, идущие или вдоль стены или же лестницы, ну, зависит от того. Конечно же, сад – это не только фонтан, и деревья, и цветы, и кустарники, и кладовые деревья в первую очередь. Сейчас, конец июня, ничего такого интересного не цветет, а здесь, помимо старых деревьев, которые мы как раз сейчас увидим, они неизменно здесь присутствуют, здесь цветут ирицы, здесь цветут розы, разные сорта роз в разное время года цветут, здесь все эти склоны усыпаны земляникой в начале мая, здесь очень много кустов аканта, здесь заросли лавра, кто бы мог предположить, потому что лавра – это, оказывается, высокое кустовое дерево, заросли лавры, заросли самшита, подстриженные для того, чтобы создать в некоторых местах даже лабиринты, конечно же, цитрусовые, растущие в катках, как благородные деревья, и гранаты, и старые деревья, вот, наверное, старые деревья заслуживают больше всего нашего внимания, это один из самых старых кипарисов, кипарисы здесь были с самого начала, об этом известно, и пару кипарисов выглядят так, как будто они современники, это и кажется, что им лет по 500, это каменный дуб, это тоже у него вид такой, как будто он здесь, как будто он самого Ипполита Десты, хотел сказать, катал на спине, но, в общем, видел, по крайней мере, как будто Ипполит мимо него гулял. По середине сада находится ротонда кипарисов, она обсажена кипарисами, сейчас мы ее тоже увидим, а это дерево – это тоже дуб, который растет перед фонтаном Севилы, и он принял почему-то очень странное направление, он так вот его не срубает, он так смотрит. Вот это ротонда кипарисов. Кипарисы здесь не похожи на себя, кипарис выглядит, как свечечка, пока он молодой, но чем старше он становится, тем больше ветки у него отталкиваются от ствола и постепенно становится практически перпендикулярны. Вот самый старый кипарис, видите, он, кажется, совершенно сухим, но у него, его левая часть еще жива, а под правую мы поставили подпор, подлокотник, смотрите, как у него под эту ветку стоит такая металлическая подпорка, и он весь будет расти пока живо, пока одна зеленая веточка будет на нем. Здесь много самых разных фонтанов, большие фонтаны и маленькие фонтаны, тот был конусообразным фонтаном, похожим на скалу, фонтан орлов, здесь есть фонтаны с совсем невысокими струями, которые на самом деле скорее каскады водопада, а есть вот такие фонтаны, огромные, высоченные струи, трудно поверить, что у него есть механические находки, на нем находятся пещеры, которые ходят, строятся, прохладные, водопадные, синие, приятные, люди очень близкие, всегда всегда любят их фонтаны, чтобы они не имеются, вот это, вот такие вот фонтаны здесь находятся. Но один из фонтанов имеет особенную историю. И вот он перед нами. Мы едем вот сверху, а потом обойдем и увидим его снизу. Он называется фонтаном дракона. Этот фонтан был построен еще при жизни Ипполита Десты, последний при его жизни. Он был построен к приезду почетного гостя на папский престол. Был избран папа Григорий XIII из семейства Бом-Кумпани. Его героический символ это как раз драконы. Четыре дракона, которые так густо обросли мхом, что мы можем их не разглядеть. Но я нашла пару фотографий, где они сразу после бани и поэтому видно, что это драконы. Вот, например, эта фотография. Этот папа наконец решает приехать навестить Ипполита. Ипполита думала, что это тот самый момент, когда наконец судьба ему улыбнется и он тщательно готовится к приезду папы. Так тщательно, что ради его приезда строит фонтан, посвященный ему. Фонтан дракона. Он был героический символ его семьи. Этот фонтан, на самом деле, там был очень сложный механизм. То есть не просто извергается вода из пасти драконов, но со всех сторон находились вазы и сосуды, которые еще дополнительную воду подавали. Фонтан там был каким-то образом заложен такой вот, такие резонирующие панели, которые создавали разные звуки. Это были звуки, имитирующие взрывы, выстрелы, гром и даже выстрелы пушки. Этот фонтан называли большой пушкой. Или же его называли вертушкой звуков. Вертушкой называлась такая каждый год, раз в году, 29 июня, используемая около замка святого ангела в Риме перед папским дворцом торжественный салют. И вот ее называли вертушкой звуков этот фонтан, потому что звуки, которые на этот фонтан называли похожи на вертушку святого ангела. Папа, естественно, был потрясен, но еще больше он был потрясен следующим фонтаном. И это был фонтан органа. Папа Григорий XII этот папа, который перевел Европу на гиперлианский календарь, он был ученым. Он был папой, который увлекался науками. Его вряд ли можно было поразить картиной или статуей, но поразить его каким-то инженерным изобретением и техническим достижением безусловно было можно. Поэтому фонтан органа произвел на него неизгладимые впечатления. Этот фонтан сделал, он был перестроен потом дополнительно, его украсил Бернини в том числе, это второй фонтан, который он работал. Механизм же этого фонтана, сам орган, сделал французский инженер по имени Клаудио Венарт. Видимо, Клод Венарт, мой, понятно, знаю, Клаудио. И он уже в 1568 году здесь стоял. Это настоящий орган, настоящий гидравлический орган, который играет музыку. Он играет четыре пьесы, всегда те же самые, поскольку механизм все тот же самый. И когда папа его увидел, он, безусловно, был непрясен и очень захотел понять, как работает механизм. Но Ипполит отказал ему в этом, потому что он боялся, что папа повторит у себя во дворце такой орган. И папа в ярости, не попрощавшись с хозяином дома, уехал с Виллой Дестой, чтобы никогда туда не больше не возвращаться. Несчастный Ипполит умер через три недели. Мы не знаем, умер ли он, потому что не пришло время, но этот момент уже было сильно за 60, или же потому что не перенес такого разочарования, так или иначе, в 1572 году, после того, как папа уехал, плотно в дверью, Ипполит скончается. Фондан играет каждые два часа. Он совсем недавно был реставрирован в конце 80-х годов. Механизм был восстановлен, но он до сих пор работает. Трудно поверить, что это не запись. Трудно поверить, что там не сидит человек, не играет. Но для тех, кто видел его много раз, а главное, слышал его много раз, сомнений нет никаких. Он играет всегда те же самые мелодии, но всегда по-разному. Когда воды мало, например, летом, засух, он играет медленно, он фальшивит, он тянет ноты, он спотыкается. Когда напор воды велик, например, после сильных дождей, это же вечная вода, он играет очень быстро, он проглатывает ноты, он тоже сбивается, но потому что перескакивает через такты. Безусловно, это механизм гидравлического органа. Как он работает? Я не инженер, безусловно, но я могу примерно себе представить. Потоки воды, это верхняя терраса, сильная потоки воды, набираются в подземный резервуар и там эти давления воды нагнетают воздух в камере, которая находится рядом. По трубам воздуховода поток воздуха приводит в движение меха, а другой поток воздуха, разделяется поток воздуха, нагнетен он на две части, один приводит в движение меха, а другой поток приводит во вращательное движение валик с зазубринами, как вот на этих сказке о музыкальной шкатулке, такой валик с зазубринами, который нажимает на клавиши органа. И воздух, который через приведенное движение мехами, поступает по трубкам и играется мелодия. Простая мелодия, несложная. Четыре ренессансных макета. Один из них мы с вами прослушаем. Они короткие, каждый является такой. Меньше минуты. Но производит очень такое значительное, конечно, впечатление. Орган открывается. Обычно он подает два таких позывных сигнала, чтобы все гуляющие по саду успели к нему подойти. Я их вырезала. И дальше начинается. Безусловное, это один из некальнейших жителей из Москвы. После него, конечно же, делали и другие гидравлические органы. Насколько я знаю, это был первый, не сам такой орган. Посередине парка находятся три бассейна. Изначально Перу Легорию хотел превратить их в такие плавучие, в стиле храма Изиды, в себе египетском стиле, такие небольшие плавучие монументы здесь, с обелисками, с капками, с гранатными деревьями, но этого не произошло, и поэтому здесь просто разводят рыбу. Огромные карпы в ней плавают, огромные или маленькие, в зависимости от того, когда попасть. И вот эти карпы там всегда находятся. Снотровая площадка на Рим, в хорошую погоду, если не торопиться, настроить себя на правильный Леоплан, можно увидеть Рим. Можно увидеть собор Святого Петра. Видите вот эту шишечку на линии горизонта? Это купол собора Святого Петра. Вот он перед нами. Узнаваем. 20 километров всего лишь. А, наверное, по воздуху еще больше. В ренессансных садах, а еще чаще в садах эпохи Средневековья, встречались лабиринты. Лабиринты имели особое сакральное значение. Это была такая, опять же, аллегория, трудная, непростая, запутанная жизнь человека, который пытается найти Бога в борьбе с грехом, теряется, падает, спотыкается. И, в конце концов, если ему повезет, если он не теряет надежды и веры, находит. Ну, вот здесь тоже есть лабиринты. На самом деле, они гораздо, конечно же, проще, и они утрачивают такое значительное, такое важное значение, как это было в Средневековье. Ну, вот память о них тоже здесь есть. И в конце одного из них стоит богиня Артемида в своем эфесском, скажем так, изображении. Богиня Артемида и Эфеска. Наверняка знаете, Артемида, она была богиней кроветницы охоты. Она не только, в первую очередь, она богиня плодородия. И вот здесь она во всей своей красе богиней плодородия нам является. У нее на ней висят многочисленные атрибуты плодородия, на ней висит ожерелье из желудей, на ней висят вот эти вот, то, что нам кажется, молочными железами. На самом деле, это мошонки быков. И вот она так здесь выглядит. Надо сказать, что при Политее уже при нем ее переименовали в мать природы, потому что, видимо, она смутила все-таки своим, уж совсем языческим видом кого-то из церковного начальства. Фонтан матери природы. Ну, в общем, плодородия, мать природы, матер матута, все, она же наверняка перед нами. Вот главный вход в этот сад, в прекрасный сад. Если бы мы с вами были гостями и Полита Деасты, или же следующих поколений хозяев, то мы бы пошли с этой стороны перед нами. Аллея, поднимающаяся к фонтану драконов, и потом справа и слева по диагонали можно подняться к фонтану Большого Кубка, еще немножко к фонтану Пандоры, а дальше уже лестница, ведущая во дворе. То есть все ходили ровно таким путем. Другого варианта не было сверху. И вот эти бассейны с карпами, они на сегодняшний день здесь находятся для красоты. И считается, что рыбу подают на стол, подавали на стол. Гости могли поудить рыбу, если кто-нибудь этим увлекались, могли вполне и так время проводить тоже. А с этой стороны какой-то самый большой фонтан, фонтан Нептуна. Фонтан, посвященный фонтан Нептуна. Вот он перед нами. И вот этот тот самый фонтан с очень высокими струями, с сильным очень напором. За ним находится фонтан Органа. И, наверное, можно понять, каким образом этот напор создается. Это та самая вода, использованная во время концерта. Ее действительно очень много, и она, видимо, под большим давлением. Где же Нептун? Если это фонтан, посвященный морскому богу Нептуна, то где же он? Сейчас мы его увидим. Он прячется, кстати, довольно страшающего вида. Вот там вот застроен, он выглядывает, его не видно. Вот там застроен, периодически его лик появляется. То есть так вот в воду заходишь и не знаешь, что тебя ждет. Надо сказать, что у этого фонтана всегда очень прохладно. Там вообще немножко прохладнее, чем в других местах. Но у этого фонтана особенно. Это связано с тем, что он имеет полуковую форму. Это такая как бы чаша. Он окружен со всех сторон склонами. И здесь любое днамение ветерка создают эффект естественного кондиционера. Вот эти брызги воды, воздух, насыщенный брызгами воды, полностью окружает тебя. И совсем не хочется оттуда уходить. Несколько изображений на картинках разных художников. Это картина Джана Нуре Фрагурана 1774 года, изображающая, ну, очень хорошо видно, Парис и не так хорошо, виллу. Пейзаж Терне 1796. И вот это вот очень, по-моему, выразительная картинка французского художника Пьера Атаназа Шавана 1711, где мы видим, что в этих фонтанах, видимо, прачки стирали белье. Ну, наверное, может быть, прачки, которые работали для хозяина. Эта вилла, этот дворец, этот парк, безусловно, они стали каким-то символом своего времени и вдохновением для самых разных архитекторов, которые пробовали свои силы в садовом парке, в садовом парке в дизайне, в садовом парке в архитектуре. Безусловно, Петергоф берет в каком-то смысле идеи и вообще-то свое начало, имеет свои корни вот в этом дворце. Еще один портрет Ипполита, видимо, уже незадолго до смерти, он здесь очень скромно выглядит. На первой картине, на первом его портрете, который мы с вами видели, он изображается молодым мужчиной, как раз первого конклава, ему очень около сорока, молодой, с таким пытливым взглядом, полным надежд, живым. Он собирается стать димским папой, но последние годы своей жизни он провел здесь. Наверняка он вошел в историю гораздо более внятно и отчетливо, чем если бы он стал папой. Мало ли что, он вряд ли отличался бы в череде всех пап. Он автор первой ренессансной виллы с фонтаном. В общем, первой барочной, даже, наверное, можно сказать. Эта вилла вдохновляла самых разных художников и артистов, самых разных поэтов. Здесь Лис писал свои пьесы, поэты итальянские не только писали свои стихи, а Тиволи – это одно из стихотворений, это стихотворение Волошина, которое незакончено стихотворение о Тиволи, «Блестя в темноте и поет, извинит, холодная струйка фонтана. Зацветшие мраморы старых террас, разросшийся плющ на пороге, в таинственных гротах, одетые мхом, забытые старые води. Везде изваяния лилий, гербы, фамилии Десты старинные». Узнаем именно то, что мы с вами сегодня видели. Ровно то же самое видел Максима Волошина.